Канал GT-класс, с вами Андрей Щетников. И сегодня мы разберем задачку из вчерашнего короткого ролика, который назывался «Жидкий проводник». А задачка формулировалась так. Имеется труба, сама непроводящая, в нее вставлены вот так внутрь два электрода, а труба заполнена каким-то жидким проводником, ну, будь то жидким металлом или раствором электролита. И рассматривается такая ситуация. Между электродами создается разность потенциалов, на них подается напряжение постоянное. И первая ситуация, когда жидкость в трубе неподвижна, течет у нас какой-то электрический ток по вот этому участку цепи. А вторая ситуация, когда мы начинаем эту жидкость с постоянной скоростью прогонять. Ну, и тоже течет электрический ток по этому участку цепи. И спрашивается, ток изменится, когда жидкость течет, или останется тем же самым. Ну, и может сначала показаться, что да, изменится. Ну, в самом деле, вот давайте мы сюда плюсик нарисуем, сюда минусик. У нас движется, как это, пока жидкость неподвижна, у нас какое-то количество электронов протекает все время через вот это сечение трубы. Ну, собственно говоря, этим и определяется сила тока. Сколько, какой там заряд протекает за единицу времени. Ну, а потом, когда мы начали гнать жидкость, у нас к тому движение, значит, электрическое поле, у нас, во-первых, надо нарисовать, да, оно останется тем же самым, потому что на этом участке цепи та же самая разность потенциалов, а длина, ну, всегда одна и та же. Расстояние от электрода до электрода. Значит, у нас есть движение, и это электрическое поле одно и то же, что в неподвижной системе отчета, что в движущей, всякими релятивистскими эффектами, я здесь буду пренебрегать, рассматривать нелятивистскую ситуацию. Значит, у нас электроны движутся в этом направлении, во-первых, за счет электрического поля, а во-вторых, за счет того, что их переносит с собой жидкость. Кажется, что изменится за счет этого. Но! Здесь есть очень важное но. Мы при этом забыли о том, что когда жидкость движется, в том же направлении переносится не только электроны, но и ионы, от которых эти электроны были оторваны, потому что сама-то жидкость в целом электрически нейтральная. И сколько у нас вот как бы есть, как бы переносному движению электронов соответствует переносное движение ионов. Что особенно понятно, если мы вообще не подаем никакого напряжения. Но у нас жидкость течет по трубе, а ведь никакого тока вот так не протекает, правда. Сколько электронов туда пролетает, сколько ионов пролетает. А когда мы напряжение подали, у нас есть вот это переносное движение с жидкостью каждого электрона, каждого иона, а еще есть движение электронов за счет электрического поля. И оно осталось тем же самым. Вот эта часть движения, вот эта средняя скорость. Ну, а это означает, что электрический ток не изменится, будь то жидкость неподвижна, или она движется. Ну, в этом месте все. Пишите ваши комментарии, несогласия, вопросы задавайте. Пользуйтесь тем, что это возможно. Спасибо вам за внимание.